Конфликт в Косово – не единственная проблема для Сербии. После начала спецоперации России в Украине, Запад начал всевозможное давление на Белград с целью подчинить союзника Москвы. Начало российско-украинского конфликта стало одной из самых больших проблем, верить или нет, для Сербии. В первую очередь, по той причине, что мы у всех на виду, потому что мы не ввели санкции против Российской Федерации. По словам Вучича, главным лейтмотивом визитов западных чиновников в Сербию уже давно стали разговоры на тему присоединения страны к международным санкциям против России. Первое их обязательство – это вместо «добрый день» или «добрый вечер» объяснить мне, какой я кретин, что не ввел санкции против России. Хорошо, я услышал вас, я понял ваше предложение, я желаю вам всего наилучшего. Ну и конфронтация с Москвой – не единственное, что Запад хочет навязать. От Сербии также требуют признать Косово. О фактическом признании региона говорится и в соглашении, которое подготовил Евросоюз. Документ подразумевает взаимное признание паспортов, отказ Сербии от представительства Косово на мировой арене, обмен дипмиссиями, а также юридические обязательства сторон работать над всеобъемлющей нормализацией отношений. Я должен признать, что мы предлагали более амбициозный и детализированный порядок действий. К сожалению, стороны не смогли достичь договоренности по этому детальному предложению. Это произошло в частности из-за того, что Косово не было готово к проявлению гибкости, а Сербия ранее отказалась подписывать соглашение. В случае невыполнения западных указаний, Брюссель обещает отложить вступление Сербии в ЕС и даже намекает на введение санкций против самого Белграда. Вот только нужна ли такая дружба Сербии, особенно когда на кону собственная независимость? Владимир Максимович, вот не могу не спросить о факторе коррупции. Адресовала этот вопрос и Драгону. Вот достаточно важный рычаг давления Запада на элиты в Восточной Европе. И приходилось в прессе встречать мнение, что руководство Сербии, Европейский союз и США держат именно на этом крючке, потому как грозят за их самостоятельный курс и отобрать собственность на ривьере и много чего прочего. Вот могли бы вы поподробнее рассказать, насколько это является действенным механизмом? Ну вот когда мы слушаем заявление Милоша Вучевича, министра обороны, мы видим заявление человека, который чего-то боится. Вот реально то, что он на крючке, то, что есть на него компромат или есть какой-то компромат на лидеров партии, которые вдруг перестают быть такими лидерами, создают новые движения. Это все возня, вот эта политическая. Она, в принципе, может быть основана реально на каком-то компромате, да, который есть на этих лидерах. Но меня вот в этой связи беспокоят геополитические больше расклады по той простой причине, что когда мы видим действия того же Пашиняна, которого мы запараллелили с этой ситуацией, с Вучичем, да, когда мы видим эти действия, мы видим, что Россия не ослабляется в этих регионах. Я здесь категорически против вот этого тезиса, потому что там вдруг появляется Иран, который идет на серьезнейшую кооперацию с нами экономическую. Страна, которая все время под санкциями, при этом методами обратного инжиниринга создает такие виды вооружений, о которых помечтать может любая страна, которая не находится под санкциями. То же самое с Сербией, то же самое с Венгрией, которая ведет свою суверенную политику. То же самое будет и с Сербией, если она помнится и будет вести суверенную политику. Когда Сербия опомнится и будет вести суверенную политику в интересах своего собственного народа и в интересах граждан Косово и Метохии, вот, а не того анклава, который создает НАТО и с помощью Кейфор, и с помощью, значит, сил, которые бомбили эту страну, замечательную, превратив ее в руины, бомбами, Джидем, 900-килограммовыми. Вот когда они опомнятся и поймут, тогда президент Сербии позвонит Путину и не будет докладывать, что он с ним разговаривал, а просто позвонит и скажет, Владимир Владимирович, мы вместе.